это программа игра в классики программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют людям говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер туристический сезон в крыму да и по всей россии стартовал и никакой к вид 19 этому не помеха наоборот только в плюс ведь турция египет арабские эмираты и другие привычные места отдыха россиян пока что были закрыты поэтому 90 процентов отдыхающих что называется ломанулись в крым и краснодарский край все что полуостров не добрал в туристах в июне он с лихвой добирает сейчас добирает буквально стахановскими темпами только в руках не отбойные молотки а пивные бокалы сезон стартовал 1 июля и вот буквально за полмесяца на полуострове отдохнули уже 400 тысяч человек впрочем туристы просачивали что называется и раньше но не слишком афишируя себя наших городе много каково настроение наличие отсутствие я бы сказал хорошо с вашей помощью мы свяжемся с лучшими людьми города которых злая судьба загнала в подполье а вот для описания происходящего в крыму сейчас но связи с наплывом туристам подходит знаменитая классическая мармеладовская душно мне душно до вавилонское столпотворение ничто по сравнению со столпотворением крымских места отдыха буквально забиты как затоваренная бочкотара селедкой отели и пансионаты повышают цены так словно перед смертью не надышится ну а на дорогах транспортный коллапс который исходит и потом и ненавистью а ведь еще пару-тройку месяцев назад улицы были пусты словно утром 1 января похмельным утром людей стращали коронавирусом да и сейчас к вид 19 никуда не исчез наоборот медики ждут вторую волну а заболевших все больше и больше ну как тут бояться и думать когда такой разухабистый летний отдых до напоминает знаете ли историю 30-летнего тихоца который отправился на вечеринку коронавирусную вечеринку потому что хотел доказать себе окружающим что к вид 19 это миф в результате этот несчастный американец заразился несуществующей болезнью и умер вот у нас так долго и нудно уверяли оставаться дома однако теперь мы все точно крабы в начале лета выползли на берег а ну-ка уйди не мешай подвинься но все в порядке тот кто нам мешает тот нам поможет что же видит в крыму турист голодный до хлеба и зрелищ а видит он то что описывает с известным выражением пелевином диалектика переходного периода из ниоткуда в никуда ведь смотрите чаще всего полуостров существует но преимущественно советском наследие где-то она осыпается где-то крошится а где-то подкрашено да но по сути она это советское наследие совершенно не отреставрировано ведь при украине крымом всерьез никто не занимался но хватали то что плохо лежало кто-то пансионатик отожмет а кто-то участок у моря а вот в российское время уже с 2014 года крым преображался в основном за счет ну скажем так федеральных масштабных проектов а локально ну несколько печально в результате каждый отдыхает другого как может получается честно говоря так себе да еще этот знаменитый крымский сервис очень мило вот это уборочка до в украинские годы в крым ехали отдыхать что называется бюджетном а вот после 2014 года у туриста на полуострове стало больше денег но и больше претензий ведь новый турист свеженький российский турист повидал и турецкий all-inclusive и египетские семь дней шесть ночей так что крымским комфортом его и не удивишь и тем более не очаруешь тому же и сами местные решили беззастенчиво косить бабло потому задрали цены до высот ну илона маска однако неважно платите вы 5000 или 15 тысяч за сутки в номере вы все равно сможете встретить грязные ковролины отсутствие горячей воды это не серьезно так что вообще крым может предложить туристу образцовый сервис вряд ли чистые пляжи тоже вряд ли доступны умеренные цены но не смешите крым в первую очередь предлагает истрепавшийся наследие великого прошлого остатки былой роскоши так сказать и конечно великолепную природу но вот к ней еще нужно что называется прорваться сбоем сквозь заграждение колючую проволоку частные территории и злых собак это место наше какое место вот это в каком смысле наше в самом прямом на земле сейчас очень тесно знаешь просто каждый год мы отдыхаем именно здесь простите за нескромный вопрос кто это мы и сколько вас вот пожалуй наиболее показателен данном плане знаменитый коктебель вот как о нем писал когда-то писал максимилиан волошин как в раковине малой океана великое дыхание гудит как плотью мерцает и горит отливами и серебром тумана а выгибы ее повторены в движении завитке волны так вся душа моя в твоих заливах о кемерии темная страна а вот уже спустя сто лет как писала коктебели о нынешнем коктебели эдуард лимонов с которым мы там собственно и побывали коктебель был зимней столицей советской интеллигенции я приехал спустя 43 года и стою на раскаленном базаре победил несвирепый гун коммунистической орды но брюхатые обыватели пищащие упитанные его чада победили романтизм победили художников и поэтов какая мерзость сегодняшний коктебель какой базарной мерзостью он стал вот с этим действительно трудно не согласиться как тут не согласишься когда нечистоты сливаются прямо в море когда на улицах орудуют банды когда вокруг знаменитого дома волошина идут какие-то брожения шатания вертятся какие-то сомнительные личности и вот никакие фестивали этого не изменят сожалению таких как коктебелей в крыму великое множество это какой-то позор вопрос не просто в обновлении крымской инфраструктуры суть в том чтобы предложить отдыхающему туристу нечто принципиально новое или хотя бы нечто конкурентоспособное приведя имеющиеся безобразие к удобоваримым стандартам а вот с нынешним подходом ну разве что уповать на коронавирус остается это ведь тоже согласитесь весьма и весьма любопытный опыт когда к вид 19 оставляет россиян внутри самой россии и вот что мы видим а мы видим оргии сакральных местах алтая и видим как на байкале глушат рыбу взрывчаткой я короче гена а это мой друг баван баван как дела они рулит реально тагил разруливая до российский отдых он как и русский бунт бессмысленные беспощадные собственно он и есть бунт бунт против здравого смысла морально-этических норм и времени когда ну не всем все было можно а ведь распоряжаться досугом с умом и есть высший признак цивилизованности так когда-то писал бертран раз действительно за столетия русский или российский отдых претерпел серьезнейшие изменения но вот вспомним как например отдыхали русские классики например ездили в минеральные воды в карловы вары или любили отдыхать как достоевский в баден-бадене или как горки на капре или купаться в горячих кавказских источниках как пушкин и лермонтов впрочем для последнего конечно кончилось все неудачно ну и конечно крым как излюбленное место отдыха а вот гоголь свое время начал совершенно замечательную традицию он не только отдыхал за границей но и создавал там великие произведения вот несколько примеров мертвые души обломов идиот дым вот лишь некоторые классические романы которые создавали наши классики след за гоголем за границей хотя бывало конечно по-разному и вот что писал например чехов извините за лентяйство но лето ничего не поделаешь одни только поэты могут соединять свое бумагоморательство с лунными ночами и любовью да вот советское уже время отдых где-нибудь не болгария он уже стал уделом что называется избранных однако в 90-х занавес рухнул и все стремительно изменилось мир наводнили русские туристы туристы похожие на варваров в малиновых пиджаках эти туристы потрясали пачками долларов перетянутых такими вот резиночками скупали все вокруг и что называется кричали русь матушка ну вот примерно так да конечно куршавель монтека это что называется россия на пикнике детка лучше не подходить к сожалению ничего не выйдет руссо туристов облика морали перштейн со временем конечно все стало не настолько печально однако штампы о русских наташках о русском быдле наглым и бессоремонам покупающим всех и вся они навсегда укрепились в мире да и согласитесь встретить соотечественника на отдыхе это зачастую себе дороже и вот что важно отметить в наше время путешествия превратились фетиш их навязывают как нечто первостепенно важно вот смотрите что вещает нам блогер всея руси дуть один из самых грустных фактов про россию звучит так больше 50 процентов населения нашей страны никогда не были за границей ну не знаю вряд ли этот факт настолько грустен вряд ли он грустнее например процента тех кто живет за чертой бедности или тех кто болен в россии спидом но все же ведь не случайно медиа чересчур навязчиво демонстрирует нам кадры заморской жизни вот как итог люди тратят часто последние деньги чтобы посмотреть этот самый мир и вот заодно им внушают что эти люди живут в самом худшем из миров а есть где-то более симпатичный прекраснейший лучший свет и вот когда они едут в путешествие они видят его витрину фасад и у них есть ну неделя-две чтобы загипнотизироваться и да уж это очень действенный эффективный механизм его опробовали на нас ну например 1991 году вот механизм этот опасный потому что очень быстро уже году так в 93 мы поняли что лохануне водочки на принеси мы домой летим еще древние римляне говорили тот кто живет всюду тот не живет нигде и вот на деле культ путешествий это часть глобалистской программы когда человеку да и нации тоже народу внушают идею отказа от собственной земли от борьбы за нее человек мира вот кого хотят воспитать человека без идентичности того у кого нет ни дома ни родины не отечества а значит он никак не связан со своими отцами прадедами дедами своими предками он ничего им не должен а если нет связи нет преданности не с отчизны не с родиной не с предками значит нет и корней за которой этот человек будет держаться значит нет фундамента нет земли за которую он будет бороться конечном счете финальная навязанная цель не в том чтобы посмотреть мир а в том чтобы в этом мире раствориться утратить собственную идентичность ведь так эксплуатировать население куда легче ведь так создается человек он же раб который обрубил свои корни человек существующий примитивными ценностями карга культа человек существующий уже на чужой земле от которой сам когда-то отказался это не значит что путешествие зло что отдых зло да нет наоборот фокус в том что подходить к путешествиям мы должны осознанно вдумчиво и с чувством собственного достоинства особенно когда открываем для себя родную землю ведь сущности для многих из нас это земля она по-прежнему весьма-весьма далека и неизвестно это была программа игра в классике берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви и конечно терпения удачи удачи Продолжение следует...